Дачный сезон почти закончен. Садоводы потихоньку собирают урожай, расчищают свои участки и оставляют на улице животных, которые летом охраняли их жилье и ловили мышей. С этой проблемой ежегодно сталкиваются зоозащитники, на плечи которых ложится груз бывших хозяев. Каждый раз наступление сентября и октября это для нас просто триггер самый настоящий. Мы усиленно к этому готовимся, потому что животных оставят процентов 80, точно оставят. И кто-то специально, кто-то просто искать даже их не будет. Тут надо с людьми проводить беседы, я не знаю, на уровне может быть школы начинать. Я не знаю, как быть вообще, но мы захлебываемся. Пока волонтеры захлебываются и пытаются пристроить четвероногих, на подмогу приходят неравнодушные. В прошлом году сторож одного из садоводств помог выжить почти двум десяткам маленьких хвостиков, которых бросили зимовать на даче. Всю зиму они жили вот в этой вот будке на шесть квартир. Они по несколько штук туда собираются для тепла. В общем-то ни одна кошка в этом году не замерзла. Хотя раньше были, года три назад, но это кошки приходят, которые уже обессиленные. Пенсионерке, чье сердце разрывается от чужой халатности, 72 года. Женщина работает местным сторожем почти 10 лет. Говорит, бродягам, которые выросли на улице, чуть проще. Они не привыкли к человеку. А вот домашних жалко. Они приходят ни к чему не приспособленные, как побитые. И поэтому над ними больше. Дальше проходит какое-то время, их раз напугали, второй раз напугали. Они дичают. За 15 дачных сезонов Елена может вспомнить немало историй. Особенно берут маленьких собачек, берут взрослых для охраны. Не знаю, что тут охранять, конечно. Многие выезжают с детьми на сезон летний именно сюда для отдыха берут, для игры, для развлечения щенков. И потом так же, как игрушку бросают. Зоозащитники уверены, выход есть и людям стоит задуматься. Ужесточать закон именно о содержании животных. Если животное не стерилизовано, то уже какой-то штраф накладывать. Потому что вот эти коробки, которые мы собираем с утра до ночи, это же все плоды плодильщиков и разводник, которые против того, чтобы вмешиваться в природу. Неравнодушные обращаются к садоводам с просьбой не бросать кошек и собак на дачи. Ведь у многих животных нет шансов выжить зимой. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.